Что есть талант? Дар божий с точки зрения психологии. Прикольный вопрос, дорогие друзья. Мне часто говорили учителя в школе, что я талантлив. Но мои друзья во дворе говорили, что я Завучка. В том смысле, что в то время, как они жили какой-то жизнью, я вываливался из их сообщества, потому что я терял с ними контакт, связь. То есть у них жизнь была, процессы, сплачивание. И, соответственно, мне очень порой трудно было интегрироваться. Я был там среди них некоторым таким серой вороной, из горького питания. Потому что сначала я должен был сделать все уроки, потом еще сделать что-то дополнительное. Потом только я мог выйти гулять. И со временем из-за этого и интересы различались. Не просто техническая задача, но интересы различались. Отсюда вопрос. Вот вы спрашиваете, что есть талант, что есть божий дар, талант, а что есть, как выразились. Вот, и мне говорили, ну, ты талантлив, тебе надо там идти, да, но цена этого таланта, соответственно, тогда что это, талант или вот эта часть таланта же никто не видит. Это же такой отчасти родительский невроз, отчасти мой невроз там, да, какой-то такой, который породил это. И все, и вот я вот говорю, талант. Так что, все это история размытая. Я люблю слово призвание. Я люблю слово призвание. И вот там, где... И тут уже хочется говорить словами какого-то переводчика Володарского. И вот там, где они найдут свое призвание. Значит, Стражи Галактики, киньте. Вот, и там, где человек находит свое призвание, там рождается огромное количество энергии. То есть, мы каждый, мне кажется, что мы каждый здесь сидим на каком-то канале, да, и нам оттуда польется. Нам оттуда польется, если мы правильно найдем, если мы вокруг да около ходим. Мы несчастливы, мы это точно знаем, интуитивно знаем. Но, к сожалению, мы живем в мире, где, вот как говорит вот эта женщина, которая писала про успешный успех, или как она писала про... Спрашивала вопрос, да, про самореализацию. У нас очень много фоновой информации, которая утверждает, что самореализация, успех и состоявшийся человек – это вот это. Очень огромное количество шаблонов, шум, безумный шум современного мира, безумен, это опасно. В то время, когда я принимал решение, там, да, полностью уйти в психологию и уйти, соответственно, из параллельных своих движух, поддавшись внутреннему золу, там, да, самореализации, вот этой вот, подсесть на канал, вот на этот. Я проживал за дочайший стресс, внутренний риск, вот, и... Потому что вот эти модели, как ты должен быть как мужчина, они вступали в конфликт с моим выбором. И это была очень такая штука. Поэтому талант – это еще и риск. Риск, да, если ты это выбираешь. А вот иногда я спрашиваю себя, есть люди, которые династийно занимаются чем-то, да, дети? В родовых сценариях я часто про это рассказываю. Несколько поколений занимаются, и вроде хорошо, все успешно, там, и так далее. И смотришь, счастливы ли они или нет. Непонятно. Но все хорошо внешне, там, нормально. Вот такой вопрос. Так что, да, это вопрос, что вы решите внутренне. Я считаю, что талант – это огромная работа. Ну, а таланте уместно говорить только в том случае, когда вы хоть как-то приблизились к этому каналу. А это, вот это, уже это тончайшая материя, тончайший божий дар. Я знаю, я на своем месте. Сто процентов. Я сто процентов на своем месте. Просто, просто сто процентов. Как пазл строился. Это факт. Я надеюсь, что вы это чувствуете. Вот, и здесь я целен. Цельный, цельный, цельный. А вообще, вообще, я иногда об этом говорю. Надо как-то обязательно рассказать. Я когда на мозге вот эти показываю. Ведь у нас же получается, что не только, например, вот если, чтобы и вам, и вам показать. Да, вот у нас, видите, тут полукружочки. Полукружочки такие. Это разный центр головного мозга, да, который отвечает за разные способы поведения. Но немногие знают, что, оказывается, в клане, в нашей семье, разные члены клана, разные члены семьи занимают разные функции. Вот это не просто, вот это не просто кружочки в голове, центры, да, вот эти, которые на томограмме видно. Вот по такой же схеме традиционное общество распределяло роли естественным путем. То есть, у нас есть люди, которые должны быть шаманами в клане, да. А в клане, я еще раз повторю, ну, там, я, ну, если мы берем традиционное общество, там, шаман, например, да, или духовник какой-нибудь, там, и так далее. То есть, возьмем 12 колен израилевых, да, там, одно колено должно заниматься, там, связью с Творцом, с Высшим, с Богом, ну, и вот этим вот. Короче, давайте так. Я соединяю макро и микро, и когда я смотрю на клан, мне в моем клане точно выпала роль быть, вот, соответственно, ну, грубо говоря, шаманом. То есть, согласно организации традиционного общества. И это внутри клановая история. Кто-то должен быть заглядатаем, да, а кто-то должен быть на острие атаки, там, и так далее, и так далее. По организации кланов, соответственно, это определяет психосоматику. Вот одних, одни будут прям страдать глазами, 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 а другие прям будут страдать, соответственно, сердцем, сердцем, сердцем. То есть, это все в зависимости от того, какая условная роль, какая склонность, каким конфликтом, и, соответственно, какие паттерны поведения в клане выбраны для вас. В этом смысле тоже есть некая такая предрасположенность уже биологическая. Потому что клан стремится к целостности всех ролей. Так же, как школьный класс, как вы его не тасуете, он будет стремиться к тому, чтобы все роли были заняты. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, и так далее, омега. Вот, поэтому мы можем тасовать чего угодно, но наши, 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 скажем так, мозги все равно все роли должны занять. Так что, тема призвания это еще и честно понять, кто ты в клане.